привет друзья это фей и дед вейт мертвый груз это пошаговый тактический рогалик вдохновленный into the bridge но в сеттинге лавкафтянского steam панка и мне уже нравится как все выглядит пиксель арт вообще клевый давайте посмотрим насколько это действительно глубоко так варвар стрелок окей стрелок закрыт пока что пролог пропустить пролог я думаю пролог мы пропускать не будем подозреваю что там будет обучение так толчок толкает цель вперед при столкновении с препятствием цель получит один урона ну знакомо в into the bridge такое было удар по соседней клетке но это просто удар на стрелка что она не то же самое ли чего-то не понимаю ну ладно я не посмотрел к не этом особенность что-то там прячки действия черт засада я разнесем эту посудину в щепки разберитесь с ними пока я держу штурвал так вот врагов толчок отбрасывает цель на клетку назад чтобы применить навык нужно выбрать его низу окей то есть мы его можем скинуть с корабля переместиться это тоже очко действия нужно просто в into the bridge там было перемещение отдельно и после перемещения или до перемещения можно было использовать что-то кстати если не играли в into the bridge вам понравится то что вы здесь увидите то в into the bridge вам обязательно нужно поиграть потому что это прям база базированная база ну и вам проще будет потом сориентироваться и в этой игре она еще не вышла но это открытый playtest так что вы можете тоже ее попробовать без проблем абсолютно на playtest пускают всех кто запросит его стиме избегание урона гоблин собирается атаковать сразу по двум клеткам они отмечены белым цветом окей чтобы избежать урона отведи героя сторону хорошо я вот думаю насколько правильно именно белым цветом это обозначать просто в into the bridge насколько помню это были такие красные полоски на клетках и как будто бы это было интуитивно понятнее ну да это просто мысли вслух а значит очки действий начале раунда восстанавливается одно очко действия без действия варвар может накопить до трех очков действия пусть и ход и подмани врага поближе окей это как будто бы что-то чуть более медленное чем into the bridge по темпу вот и атак и ходов но тут и место меньше наверное это логично давайте отойдем враг подготовивший атаку не сможет ее отменить даже если ситуация на поле боя изменится ну как in into the bridge хорошо объясняет туториал мне нравится так пропустить ход можно еще один ход пропустить в целом то сколько него хп 3 но мы его сможем скинуть поставка он подойдет толчок но я подозреваю что здесь очень много будет завязаны именно на сталкивание с корабля хотя это звучит как имба то есть если у нас будет босс мы его просто сможем столкнуть он ли он будет неюзвим к толчкам вот это вопрос интересный просто в into the bridge не было так много мест с которых можно столкнуть прям с карты там дырки в полу очень нередко можно было найти с края карты по-моему там нельзя было скинуть насколько я помню вот но была вода часто была вода но некоторые враги могли плавать многие тонули на некоторые могли и находиться в воде без проблем ладно с гоблинами разобрались что у нас с топливом топлива на исходе да и корабль после стычки дышит на ладу не знаю сколько мы еще продержимся прежде чем дрейфовать или не рухнем в бездну я вижу впереди остров нет это это город ура рано радуешься мы даже до него не дотянем не есть две новости хорошая поблизости пара пиратских кораблей на которые мы сможем на которых мы сможем разжиться горючкой а вторая для них это как раз плохая новость на абордаж так а пока ему смотреться полет над островами и кораблями не расходует топливо если топливо закончится корабль сможет пролететь еще немного теряя скорость окей между кораблями и островами а у меня мне надо еще куда-то будет плавать кроме как по кораблям острова выставка невозможно так чуть за новые предметы окей можно засунуть что что это почему здесь вверх вниз а стоимость 20 стоимость в чем или это стоимость продажи почему у меня усиление травмы а это снаряжение окей почему снаряжение так обозначается вроде она просто баф дает на здоровье а почему-то тут и вверх и вниз стрелочками окей там онлайнер рассеивается так здесь в атаку а здесь корабль побольше то есть мы высаживаемся на вражеском корабле что ли хаба я на месте в тремя этого корабля должно быть топливо она прежде чем туда лезть придется расправиться с врагами на палубе я все еще на штурвале так что вперед толчок может действовать на несколько целей на несколько целей то есть я ящики ящиками могу столкнуть интересно вот такого винта за брич не было там если толкаешь что враг просто толкался другого врага и получал урон тут видимо но с врагами возможно так и будет но в эндоза брич не было ящиков так окей но тут очевидно нужно просто этого чела столкнуть дом слабый лут новичок снайпер почему а слабый плут я думаю слабый лут типа мы его убьем и там будет слабый лут ладно тут она остановится кей просто почему я про белые про белые клетки заговорил вот видите сейчас тоже везде белые клетки и они как-то сливается немного по дизайну с клетками которые атакуют которые атакуют враги вот поэтому мне это показалось не очень хорошей идеей так мы слабый плут него один хп так что мы можем его убить контрол подскажет очередность участников боя герои его союзники ходят одновременно понятно если отвести персонажа с линии атаки стрелка стрелок атакуют цель за персонажем справедливо я так понимаю ход кончается автоматически если у меня очки действий закончились но наверное в этом есть логиком очки действий у меня для каждого персонажа наверное будут свои так что подождем дамы и господа вам запомнится тот день когда я вами чуть когда вами чуть не был пленен я что-то знакомое но не помню откуда это толчок просто выстрел синие клетки блокирует прицел не получает урон а типа он может атаковать только а на каком-то удаление от себя ага интересно если не враг сбежал победа окей интересно возможно было его добить не успели приземлиться как попали в какой-то переплет что здесь происходит все жители попрятались а кругом полно безумных гоблинов еще какая-то поехавшая в странном балахоне вот свежие души для бездны девочка ничего так она станет отличной жертвой схватить ее и лапы прочь мерзкие твари а ну отпусти ее отпустите ее ты мне не нужен варвара в бездну ладно смерть это еще не конец мы вернемся лучше быстрее сильнее чтобы спасти ее чтобы отомстить ага блин красиво нарисовано и красиво оформлено вообще очень нравится пока что где я бездна выбрала тебя человек и готова дать тебе щедрые дары странствующие особые предметы делай подношение бездни получай красные монеты используя эту валюту чтобы раскрыть свой потенциал сейчас возьми 100 монет это подарок выбери способность с ними ограничения бездна способна увеличить потенциал героя за золото скверны его можно получить принося бездне жертвы ага типа скидывать врагов в бездну так что ли при перерождении герой теряет весь опыт и снаряжение полученные странствия их покупки совершенные в бездне сохранятся навсегда ну и наверное можно догадаться раз тут такой классный перевод на русский и он есть аж в плейтесте то разработчики где-то рядом обитают и что что приятно я думаю они будут рады любым отзывам поэтому если вас заинтересовало то что вы увидели и увидите сейчас то обязательно попробуйте сами и оставьте какой-то свой отзыв им потому что им явно не все равно что они делают собрано прям добротно с душой то есть мы вот много всяких игр смотрим на канале и не на канале я смотрю игры и вот некоторые видно что сделаны просто ну чтобы попробовать поднять бабла типа увидели какой-то концепт типа vampire survivors типа я не знаю там ганжин айзек и решили сделать что-то такое свое но вот здесь увидели концепт into the breach и решили сделать свое но со своими какими-то фишками классно все оформили без халтуры то есть вот это плейтест и это выглядит лучше чем многие игры там в раннем доступе или даже на релизе ну вот заставляет задуматься ну ладно давайте продолжим так здоровье плюс один порез ага ну тут я вот немножко напрягся когда здесь показали вот это дерево мета прокачки но это мета прокачка ну за исключением повышения здоровья это всякие атаки что прикольно но вот это у нас уже открыто как ни странно зачем здесь повышение здоровья если оно открыто может быть это из-за плейтеста так уровень максимальной усталости повышается на 1 максимальная усталость это типа а это типа энергия предел усталости то есть мы можем видимо накопить больше этих молний да видимо окей ну вот верхняя часть дерева мне точно нравится что здесь 999 что здесь просто скиллы открываются ну это логично просто открывать скиллы постепенно чтобы мы успели там сродниться познакомиться с какими-то базовыми а потом открывать что-то еще и добавлять их себе на панель вот но открывать здоровье и предел усталости но тут смешанные чувства не знаю не то чтобы я испытываю к этому какой-то негатив вот шаг плюс 1 что это шаг плюс 1 длина шагера а типа мы сможем на 2 клетки ходить вот это вообще звучит мощно на самом деле мощнее чем все остальное здесь поменяться местами оп поменяться местами это тоже мощная штука давайте запомним это то есть у нас первые 2 скилла залочены как скиллы героя видимо а остальное мы можем добавлять стартовый юнит добавлять случайного союзника на старте прикол недоступна в полной версии окей если потерпишь неудачу то снова окажешься здесь и все начнется заново у бездны достаточно терпения это же тот город где мы пришвартовались местные вылезли из своих нор жизнь идет своим чередом а вот и наш корабль клюква они схватили ее да тебе нужно найти оракулы и спасти девушку пока они не закончили ритуал пока не закончен ритуал он пройдет в вулкане на вулканическом острове далеко отсюда тебе предстоит хорошо подготовиться прежде чем снова бросить оракулу вызов запомни неудача отбросит тебя на шаг назад но все что ты получишь в бездне останется с тобой навсегда окей типа хаб ладно мне немножко странным кажется система диалогов но она как-то не очень что ли организованно выглядит наверное да то есть у нас сначала здесь облако текста потом тут и это облако не пропадает и если ты там моргнул то ты можешь не увидеть какое из десяти окон обновилось когда ты нажал кнопку вот просто когда там у нас была сюжетная сцена там был был диалог нескольких персонажей и в какой-то момент там обновился диалог нашей партнерши и все остальные не обновились и продолжили висеть и если бы я моргнул я бы вообще не понял что там читать что там обновилось что поменялось вот поэтому возможно просто друг за другом их как-то надо вывешивать не знаю маяк приветствую как поживаете я ищу информацию о вулканическом устрое сможете помочь окей я понял всего доброго покажу простите покажу отсюда шепчет ого большое спасибо вы меня выручили следует окей я вроде нажал пробел хе-хе-хе следовать карту улучшить телескоп радиус действия следовать карту ну мы можем видимо просто что-то здесь открыть да ну не знаю давайте вот это откроем еще тут ничего нет ладно храм возможность посетить бездну не умирая чего интересно что это не за спиной еще пальцы некоторые как пробудить древних может спустить в бездну огромный колокол и позвонить окей женщина почему у тебя рот открыт услуги не дешевые но она того стоит ук Nove у меня есть какие-то травмы всего за один бакс у меня есть какие-то травмы то есть здесь такая немножко даркизданжевая система насколько я понимаю искать с дальних зельнях в Валканический остров, победить Оракула. И, возможно, это все еще означает, что у нас какой-то здесь сюжет есть главный. Все навыки, пассивные способности, открытые в бездне, доступны героям во время путешествия. Окей, ну это понятно. Таверна. Здесь полно народу. Ага, матросы, наемники, пираты и прочий сброд. Всех тут хватает. Если тебе нужны люди в команду, тут есть, из кого выбрать. Послужат тебе верой и правдой всего от 100 золотых монет. Я подумал. А знаешь, тебе повезло. Есть тут один паршивец Юнга, которому на месте не сидится, под ногами мешается. Готов бесплатно работать, если на корабль возьмут. Эй, не бесплатно. Ну да, не совсем придется его кормить. Хотя он не перевередлив. А если надоест, ты всегда сможешь его прогнать. Эй, не надо прогонять. Ну ладно. Умелый салага. Почему я могу уволить наемника только в таверне? Некая самоирония. Так, все остальное вроде посмотрел. Док. Полный бак. Пол бака. Окей. Четверть бака. Триум. Величий доступный Триум. Тут, короче, неплохо так мета прокачки, на самом деле. Объем бака на 100 единиц. Давайте, во-первых, заполним бак. И у нас получается горючки остается столько, сколько ее было, когда мы померли, что ли. Жаль, форсаж не заступен. Узнал бы, что это такое. На что-то ответил, но я не увидел на что. А, вот это. Понял. Двигатель увеличивает скорость корабля на 10%. Объем бака на 100 единиц. Вот это ощутимо звучит. Говорят, нужны годы, чтобы освоить ремесло. Не успел прочитать. От человека можно починить? Кажется, этим занимаются оракулы в храме. Так, давайте покинем город. То есть, туман войны рассеивается, когда я подъезжаю, но он может рассеиваться и за счет того, что я что-то исследую там вот на этой штуке. Окей, зачем камера отцентрировалась обратно? Давайте сюда попробуем. Топлива недостаточно. Может быть, мы можем отсюда слетать в атаку. Ага. То есть, мы не всегда на корабле все-таки деремся. Мы когда-то высаживаемся, возможно, когда на нас нападают, мы деремся на своем корабле. Окей. Если навести курсор на врага, в верхнем углу появится информация о нем. информация о герое видна во время его хода. Хорошо. Новичок подрывник. у вас у всех по 3 хп. А, у этого 5. Новичок салага. Окей. А у него всего одно очко действий. Так, ты атакуешь сюда. Если мы поменяемся местами, ты будешь атаковать просто стену. Ты атакуешь... Так, сейчас. Он такой тоже меня по диагонали, типа. Просто вот, опять же, как-то не очень. Это считывается... оплут пока ничего не делает. Угу. Так, а у тебя что за способности удар по соседней клетке и оглушение? Ага. Оглушение, типа, он вообще ничего не будет делать, что ли? А, но если мы его... Если мы вот этого чувака толкнем, и он атакует по диагонали, то это то, что нам надо. Вот. А этим чуваком можно просто попробовать отойти. Причем перемещаться мы теперь можем на две клетки. Угу. Я думаю, мы вот сюда переместимся. Димирон он получил. Временные эффекты отображаются иконками на панели с информацией. Это где? Вот эти? Или какие эффекты? Так. Что подсвечивается? То, куда он может пойти? или что? Вот я... Я не понимаю. Что подсвечивается? Сейчас я навожу на этого чувака и... Подсвечиваются вот эти клетки. Вот это не подсвечивается. Не очень догоняю. Ладно. Я нажал на него, они появились. Если я навожу, они появляются. Сейчас я его убрал. Они не распоявились. Ладно. Не очень понятно. Так, ты атакуешь? Атакуешь? Правильно. Вот читаемость атак прям... прям как-то тяжело дается. Так, ты вроде атакуешь, но я не вижу куда. Ты не атакуешь. Ты атакуешь, видимо, вперед, да? А, или этот чувак атакует по крестику вот так. А, это все... все места, где меня атакуют, что ли? Вот этот атакует на две клетки вперед. А этот бросает какую-то бомбу сюда, видимо. Ну, ладно, так. А, это он... Что он кинет? Он кинет вот эту слабость? Ничего не носим его уроном. Угу. Но самого урона это не наносит. Окей, это так... Не так страшно тогда. А ты чем атакуешь? Видимо, вот этим. А, вот здесь показано, чем он атакует. Ага, окей, окей. Все. Теперь ясно. Угу, угу. А, может быть, мы можем свапнуться... Нет. С этим мы не можем свапнуться. Давайте свапнемся с этим. Угу. А тобой... На хз смысла отходить как будто бы нет. Дальность 0.1. Все, дальность 0.1. То есть мы по-любому получим эту слабость на этом персонаже. Потому что мы просто не можем так далеко походить. Ну, тогда и... Хотя мы... Нам нет смысла экономить энергию, потому что она у нас не накопится. Ладно, давайте переместимся вперед. Я не знаю. Бочка ослабла. Так, а я... Урон нет. Урон нет. То есть, если у меня один урона, то все мои атаки на один урона превращаются в ноль урона. Неприятно. Так, опять же, вы атакуете. Чем ты атакуешь? Удар по соседней клетке. Окей. Свап у меня вот Катя. Могу только толкнуть. Могу толкнуть, и это... Так, толчок. А, ну он урона не наносит, но если я врежу его в своего чувака, я так подозреваю, что он получит один урона. Тут как будто было лучше отойти. Раз они атакуют одну клетку. А вот этим можно теперь толкнуть. Вот это... Нет. Тогда я получу этим урона. Но зато он вот этот этому нанесет. он... Ладно, наверное, просто логично будет заглушить, попробовать. Интересно, как это работает. То есть, он не атаковал, раз я его оглушил, да? Есть такое ощущение... ты вообще не походил? А, или мне надо... Нет, ну я этим-то походил. окей. Окей. Давайте так толкнем. а этим подождем. просто. Ок. Так, что-то происходит. Ты атакуешь салагу. Вот в Интезубридж прям акцент делался на том, кто куда атакует. вот этого здесь не хватает. Угу. Давайте оглушим этого чувака. Все, он перестал атаковать. Ты, ну... нет. Давайте ударим просто. Можно еще раз ударить. Да, давайте еще раз ударим. Угу. Теперь ты атакуешь. Но мы можем с тобой поменяться местами. И после этого я на следующем ходу тебя просто столкну нафиг. как будто бы хороший план. Так, ну у тебя все еще это, ослабление. Да? Или это только на бочку? Не пойму. Ну, на новичке по-моему тоже висит. Хотя, хотя нет. Наверное, нет. Ладно. Тоже как будто бы не очень хорошо считывается. Так. Ну, я хз. Давайте вот топкнем подальше, чтобы ему надо было дольше до нас идти. Это вопрос с топкнем. Да, нам дают вот очки для бездны за то, что мы сталкиваем в этого бесконечное количество хп или что? Интересно, мы можем? Нет, не можем. В куст не столкнуть. Ладно. Можно еще раз оглушить челла. Чисто кибербуллинг. Так, ну я уже наношу урон. А, этот вообще не может наносить урона, да? Не важно, у него там есть ослабление или нет? А, ну если я толкать его буду, то он будет получить урон. И можно удалить. Давайте сваливаю. Нет, я думаю, ты не сваливаешь. Найдено. Хорошо. Что-то за... А, топливо недостаточно. Это вот мне радиус показывается, куда я могу долететь. Окей. Так, в атаку. Тут посередине тоже бездна, что ли? Так, ты атакуешь. Ну, а ты атакуешь толчком. Да, правильно я понял? Но ничего страшного, если... То есть он атакует меня толчком и он столкнет своего же чела? Интересно. Но я могу столкнуть его чела раньше и тогда его толчок мне урона не нанесет, я подозреваю. Да. Что приятно. Давайте попробуем обойти. но два хода вместо одного это конечно мощно и приятно. а ты просто выстреливаешь вперед. Окей, давайте мы вернемся. Ты меня опять просто хочешь оттолкнуть. Знаете, я тоже могу оттолкнуть. а если вы не упираетесь куда-то то вы не получаете урона вы просто все отталкиваетесь. Окей. Давайте мы это разобьем. Так, ты хочешь выстрелить. Угу. Угу. Ну, два урона я явно я явно не хочу получать. Поэтому просто отойдем и видимо просто отойдем. Угу. Ок. Так, давайте попробуем к ним поближе подойти. Могу сюда пройти. Но с этим не получается поближе. Хотя подождите снайпер. Цель на соседней клетке блокирует прицел и не получает урона. То есть если я к ним вплотную подойду, то он не наносит не урона. Окей. Все нормально. А теперь я предлагаю челу столкнуть с бездну. Вот. И на следующем ходу мы этого столкнем. Кстати, мы можем вот этим столкнуть, да? Типа вот так. Это прикольно. Здесь вот мне нравится, как здесь не стали прям копировать эту механику толкания, как в интезобрич, ее чуть-чуть по-своему сделали. Тут уже четыре новые предметы. удар или выстрел оглашения на один раунд. Стоимость 50. Честно говоря, я не понимаю, что это и как это удар или выстрел. Замедляет врага шаг минус один. Это просто то, что пассивно работает. Стоимость это для чего? Это для продажи? Или это стоимость использования? Ладно, не знаю, пожертвовать бездне. А, вот. Нет, это нельзя жертвовать бездне. Ладно, не очень понятно. Ну, давайте дальше. перейдем. Угу. Так, ну, до вас нам, конечно, далеко добираться. блин, тут их так много. Ну, ладно, мы можем минимум отойти сюда и попробовать уже столкнуть того чела. Но этим надо просто отойти. По-другому здесь не получится. А этот чел просто ударил этого? В чем прикол? Они из разных каких-то каст? Или что? новичок подрывник. Давайте это просто столкнем. Нет, что, слишком далеко? А. Бам. Окей. Ты, я надеюсь, подойдешь ко мне вплотную? Так. Оглушающая мина. Окей. А чтобы ее активировать, что надо сделать? Вплотную к ней встать? Кидать. А, я ударил случайно. Ладно. Хотел походить сюда. Ну, ладно. Так. Если я тебя столкнул. Как ты к этому отнесешься? С такой кучей хп? Почему некоторые из них темные? Какие-то были вроде посветлее. Ладно, не знаю. Он кинул мину в кусты или что? Так, а мину можно толкнуть? Интересно. Подозреваю, что должно быть можно. зачем они сюда бомбы бросают? Что меня здесь будет атаковать? Как-то это можно понять? Так. ты будешь бомбочку сюда кидать? Не знаю зачем. Ты сюда что-то кинешь? эту ослабляющую, да? Ты сюда бомбу кинешь. Окей. так, а ты в итоге можешь толкнуть эту мину? да, да, но ничего это не делает. Ладно. Так, давайте просто отойдем, я не знаю. а вы бросили ловушки. Окей, куст ослаб. Бывает. Так, ты хочешь выстрелить? Почему у меня моргает, что все хп потратится? Он может прострелить через это все? Чем он стреляет-то? Бронебойный выстрел. Ага, поражающий несколько целей, кроме неразрушимых препятствий. Угу. Окей, надо просто отойти. Так, это не толкается или толкается? Оказывается, что он получит один урон, этот куст. Простой удар. Кстати, оглушение, замедление, это все от кристаллов, которые у нас есть, да? Или как? Или нет? Может и нет. Окей, давайте толчок, не знаю. А так показывалось, что он получит один урон, и нет? Я, конечно, не надеялся, что прям урон получится, но показывалось, что получится, поэтому я понадеялся. странно как-то ладно. Что мне с этой миной сделать, если я ее ударю? Сильно плохо будет? давайте толкнуть, попробуем этот ящик. давайте наступим на мин, кей, оглушился, но странно теперь нам не мешает. Я просто не понял, можно ли как-то по-другому это все оформить? так ты просто выстрел если я вплотную подойду, то ты ничего не сделаешь. Ага, меня как-то там связали. Я ничего не мог сделать, это могло меня ослабили еще. Ок, а как насчет тебя, оказавшегося на ловушке? Что-то ловушка сделала? Кровотечение. А, окей, ну, неприятно. Вот это ж кто меня так атакует? Ты чем сеть? Ну, ладно. так, я не могу двигаться этим челом, потому что на него тоже сеть, по-моему, кинули. Ну, окей, ну, я больше ничего не могу сделать. Способности как-то, а, освободиться от сети, может. Окей. Ну, своего он тоже связал, хотя толкнуть он меня смог. Ладно. окей, а, сейчас повезите, освободиться от сети. Ага. Меня связали, толкнули, и теперь он может меня атаковать. Окей. Но можно попробовать сделать так. Ударить этот куст, я надеюсь, он все-таки разрушится. Спасибо. И все, и получить урон, потому что я хотел себя толкнуть, но не получится. Рип. Ладно. Понятно все. Ну, стоило этого ожидать, вот, сражение на 4 звездочки, наверное. Так, что мы еще можем открыть? Обычный выстрел. А, ну, это вот то, что у снайпера. Ладно. вырожденный навык. Окей. Ну, наверное, предел усталости логично открыть. Да, я же правильно понимаю, что это означает, что у нас будет 4 этих следовать карту. Ну, вот, кстати, карта, она же получается... А, стойте. Она все-таки рандомизированная, да, потому что она здесь не открыта. А как будто бы не стоит того открывать ее, как будто бы есть места, где можно более продуктивно потратить деньги, типа на наемников. или там в доке. Низкий уровень топлива. Сканирование личных вещей указывает на сутки денежных средств. У тебя рожа страшная. Выполнены условия для получения единоразовой квоты поддержки путешественников. Заполните банк. баг этому господину. Вот это надо было начинать. Ладно, жестянка, на первый раз прощаю. Окей. Мне заполнили баг, потому что я бедный. Интересно, это одноразовая акция. Ладно. Ну, в общем, интересно. Интересно. Я ожидал какой-то большей схожести с Into the Bridge, но в целом мне нравится, что оно отличается. И по сути моя единственная такая главная претензия сейчас это, что читаемость можно улучшить. С читаемостью тут и есть проблемы, с читаемостью атак, что кто делает, на ком какие дебафы, как-то вот в Into the Bridge это все было поинтуитивнее. Хотя, может быть, это из-за того, что я, конечно, привык к тому, как это все в Into the Bridge, но мне кажется, есть куда стремиться, можно сделать лучше. С вот этим всем нужно еще разбираться. Не уверен, насколько здесь все вот это полезно. Молитвенный ритуал я не успел попробовать, что это. Помощь нуждающимся. Но это, да, это будет доступно в полной версии. карта сокровищ. Тоже интересно. Это какое-то здание, которое не подписано, и вот это, и вот это. Явно тоже что-то должно быть. И вот как вот камни здесь работают, я тоже не очень понял, не разобрался. В общем, нужно больше информативности. Хотя здесь и так многое хорошо объясняется, но про что-то еще недостаточно. Но в целом вообще кайф. Вот я получил удовольствие от этой игры. Не про многие игры, которые мы просто рандомно так пробуем, можно такое сказать. Так что еще раз напомню, что это абсолютно бесплатный свободный плейтест. Вы только поможете разработчикам тем, что поиграете в игру и дадите какой-то свой фидбэк. Возможно, даже более информативный, продуктивный, чем я. Надеюсь, у этих разработчиков получится классный энтузебридж у нас дома. Ну, а если вы хотите чаще узнавать о таких классных игрушках, заглядывайте к нам в Телеграм. Там я ежедневно что-то такое постчу. Присоединяйтесь там же в чат для общения. Спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty и Donation Lords во время стримов. И пишите, что думаете об этой игре вы в комментариях. Как обычно, живите дружно, не болейте. И до скорого. Пока.